мир вам уважаемые посетители канала youtube церкви дом божий апостол павел написал во втором послании к тимофею 3 16 такие слова все писание богодухновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления праведности пусть проповедь слова божьего и священного писания которую вы услышите принесет вам обильные божьи благословения и пусть это слово господне сделает вашей жизни все то на что она предназначена богом и я думаю всем нам хочется сказать еще одни слова которые мы уже привыкли но которые никогда не будет слишком за много чтобы говорить это слава богу слава богу что он дал нам возможность быть здесь пребывать в общении друг с другом с господом и я желаю поделиться словом господним первое место которое мы прочитаем записано в книге пророка исаи 66 главе из первого стиха так говорит господь знаете когда мы встречаем в священном писании вот эти слова вот это выражение так говорит господь это что-то очень важное на что обязательно следует обратить внимание так говорит господь небо престол мой а земля подножие ног моих где же построите вы дом для меня и где место покоя моего ибо все это соделала рука моя и все сие было говорит господь а вот на кого я презрю на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим итак что же говорит господь господь говорит самое первое что небо его престол а земля подножие ног его то есть невозможно построить такое место или такое здание и сказать что вот господь только там конечно есть места и были здания в свое время на земле где было особое присутствие божие но тем не менее бога нельзя ограничить он несравненно выше и больше всего о чем мы можем подумать и господь говорит что он творит всего и он великий бог которого невозможно ограничить в другом месте он говорит не наполняю ли я небо и землю вот этот великий бог творит всего он обращает особое внимание на некоторых людей на этой земле вот на кого я презрю на кого господь милостиво смотрит на кого он обращает особое внимание к чьим молитвам он особенно прислушивается господь отвечает на кого он презрит на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед его словом то есть господь смотрит на два качества в людях смирение и сокрушение духа и на трепет перед его словом где есть слово божие прошлую субботу мы говорили что слово божье это священное писание это библия бог подарил нам свое слово хотя не все слова которые здесь записаны это слова божие но все послание бога к людям священное писание оно является словом божьим потому что все слова которые записаны в этой книге они помещены туда по божьей воле господь вдохновил авторов этого слова будучи сам первоисточником этого слова и настоящим автором он вдохновил их записать туда все те слова которые он счел нужными для нас и для нашего спасения и вот господь хочет чтобы мы с особым трепетом благоговением страхом с большим уважением with deep respect относились к его святому слову и бог обращает особое внимание на тех людей которые относятся вот таким образом к его слову мы очень часто хотим чтобы наши молитвы были выслушаны не правда ли я бы сказал мы всегда хотим чтобы наши молитвы были выслушаны но бог говорит в тоже в своем слове что есть род людей молитвы которых он не слушает более того он с презрением относится к молитвам таких людей знаете что это за люди кто отвращает ухо свое от слышания закона того и молитва мерзость то есть бог смотрит на такую молитву как на что-то отвратительное далекое если человек отвращает ухо свое от слушания закона если человеку не интересно что проповедуется из библии если ему не интересно читать библию если она может где-то лежать у него и пылится или загружена быть как апп на его телефон но он никогда не открывает эту библию и потом он приходит и говорит господи помоги мне а бог смотрит на эту молитву как на что-то отвратительное и конечно же не собирается помочь такому человеку бог хочет чтобы мы относились с большим уважением с большим трепетом к его слову это уважение должно быть двоякое во первых мы должны относиться с уважением к этой книге вообще то есть внешне даже очень часто христиане относятся к библии как будто это обычная книга как будто эта книга как любая другая книга на земле есть такая практика к сожалению у некоторых верующих людей когда они приносят с собой библию на собрание что конечно очень хорошо но когда они стоят петь или стоят на молитву они ложат эту библию знаете куда на теплое место которое нагрела часть их тела только что это отвратительно это мерзко это не уважение к слову божьему мы не должны так относиться к слову божьему к священному писанию вы знаете иногда люди берут это слово и носят его в места в которые не нужно с ним заходить например в туалет и ложат на унитаз когда они занимаются своими делами это не уважение к этому слову это книга святая и бог хочет чтобы мы относились к ней с особым уважением и с особым трепетом я всегда думаю наперед когда мне приходится напечатать или написать какие-то слова из библии на листочке знаете почему потому что я понимаю если это написано на листочке или распечатано я не могу выбросить это в мусор и я думаю дважды а может и больше прежде чем что-то написать или напечатать потому что это слово божье даже если она не в книге а просто на отдельном листочке напечатано его нельзя выбрасывать в мусор потому что оно свято это слово святого бога и наше уважение к богу оно очень часто выражается и мы еще больше будем говорить об этом чуть позже оно выражается именно в нашем правильном отношении к его слову но это отношение правильное отношение не должно быть только внешнее то есть я книгу библии очень сильно уважаю она лежит у меня на почетном месте раз в неделю я стираю с нее пыль вы знаете если мы действительно уважаем это слово на нем никогда не будет пыли я думаю мы понимаем да уважение должно быть не только внешне но и уважение к тому тексту к тем словам которые господь записал для нас в своем слове когда мы откроем книгу исход 20 главу и я напомню что там записаны очень важные слова 10 заповедей и вот вторая из этих заповедей говорит так 4 стиха не делай себе кумира и никакого изображения того что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли не поклоняйся им и не служи им ибо я господь бог твой бог ревнитель наказывающий детей за вину отцов до 3 4 рода ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои видите с чем бог соединил нашу любовь к нему как бог определяет нашу любовь к нему очень часто мы поем прекрасные песни о том что мы любим господа очень часто мы становимся на молитву и даже прослезимся от своей любви к господу но бог определяет нашу настоящую любовь к нему знаете чем соблюдением его заповедей нашим отношением к его слову к его заповедям к тому что он подарил для нас кто-то сказал что мы настолько любим бога насколько мы любим его слово когда вы последний раз открывали это слово кто-то сказал что мы настолько послушны богу насколько мы послушны его слову это очень серьезная проверка для всех нас как мы любим бога насколько мы любим бога вы знаете что эти слова записаны не только ветхом завете иисус говорил что-то подобное например в евангелии от я на в 14 главе 15 стихом иисус говорит если любите меня что сделаете соблюдите мои заповеди и в первом послании и она в 5 главе 3 стихом сказано так ибо это есть любовь к богу чтобы мы соблюдали заповеди его и заповеди его не тяжкие как мы можем соблюдать божьи заповеди если мы их не знаем если мы их не изучаем если мы в них не вникаем кто-то скажет ну каждый из нас знает 10 заповедей вы знаете даже в этом я сомневаюсь я сомневаюсь что каждый из нас знает 10 заповедей наизусть а тем более множество других десятки других заповедей которые написаны в этом слове я однажды встретил одну молодую девушку это было молодежное общение я еще был не женат тогда общался с молодежью и смотрю у нее наклейка на руке как бы татуировка но наклеенная не сделанная иголкой я говорю ты знаешь что слово божье запрещает это делать она очень удивилась говорит а где такое написано я ей показал место из книги левит она быстренько стерла эту наклеенную татуировку со своей руки очень часто мы не можем любить бога потому что мы не знаем как его любить любовь к богу это соблюдение его заповедей но если мы не уделяем внимание слову божьему где записаны его заповеди мы не можем научиться любить бога и будет много сфер в нашей жизни где мы просто не будем любить бога бог говорит нам что то делать а мы даже не знаем что он это говорит очень важно чтобы мы уделяли внимание этому слову которое подарил для нас господь почему это настолько важно читать священное писание каждый день вникать в него изучать его уделять ему время уделять ему внимание мы уже сказали как мы относимся к библии так мы относимся к богу как мы любим библию сколько времени мы ей уделяем это показывает как мы относимся к богу и как мы любим бога как мы послушны тому слову которое бог сказал нам библии так мы послушны богу Я еще раз повторю, что это довольно серьезная проверка для каждого из нас. Почему нужно читать и изучать Священное Писание? Второе послание Тимофею, 3 глава с 15 стиха. «При том же ты из детства знаешь Священное Писание». У Тимофея было прекрасное преимущество. Он с детства знал Священное Писание. И у многих из нас тоже есть это преимущество. Итак, ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, что Священное Писание может сделать для нас? Оно может сделать нас мудрыми. Кто из вас хочет быть глупым в своей жизни? Есть такие люди? Нету, да? Но иногда верующие люди добровольно выбирают быть глупыми. Знаете почему? Потому что у них нет времени для Священного Писания, для знания Священного Писания. Просто нет времени. Для всего есть время, только для этого нет времени. Это очень печально. Это люди, которые добровольно выбирают быть немудрыми. Что же Священное Писание может сделать для нас? Оно может сделать нас мудрыми, чтобы нам спастись верою во Христа Иисуса. И оно может привести нас к совершенству. Вы помните, Иисус говорил такие слова? «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это тоже заповедь Иисуса, чтобы мы были совершенны. Как мы приходим к совершенству? Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Бог дал нам Священное Писание, Библию, чтобы помочь нам прийти к совершенству. Как это происходит? Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения. Библия учит нас. Библия учит нас о Боге, об Иисусе Христе, о спасении, о том, как правильно жить. Библия учит нас о человеке. Библия учит нас о дьяволе, о том, как противостоять Ему твердой верою. Библия учит нас, как получить не только спасение от грехов, как получить благословение в жизни, как получить исцеление в жизни, как получить Божье руководство в жизни. Бог всему этому учит нас, как в одном месте сказано, Господь Бог Твой учит Тебя, как Отец учит Сына Твоего или Своего. Каким образом? Через Библию, через Священное Писание. Итак, оно полезно для научения, для обличения. Эта Библия не только учит нас, но она и показывает нам наше состояние. Я помню то время в своей жизни, когда я был подростком, и я читал это Писание, и оно начало меня очень сильно обличать. Я начал видеть себя совершенно не так, как я видел до этого, и даже не так, как видели меня мои родители или другие люди. Когда все вокруг говорили, что я очень хороший, читая Священное Писание, я понял, что я погибший грешник, и что я нуждаюсь в прощении, в покаянии, в обращении к Богу, в милости Божией. И я благодарен Богу, что Бог дал мне это. Но как это произошло? Это не произошло просто так. Это произошло потому, что я уделял время. Я просто читал это Писание. Оно полезно не только для обличения, но и для исправления. Господь не только показывает нам, где мы должны исправиться, Господь говорит нам, как мы можем исправиться. И оно полезно для наставления в праведности. Бог через Библию учит нас, какие поступки хорошие, какие нет, какие праведные, какие нет, какие угодны Богу, а какие мерзости в Его глазах. Этому всему Бог нас учит именно через Библию, через Священное Писание. Итак, первое, Бог учит нас через Слово Божие. Второе, Бог обличает нас. Третье, Бог исправляет нас. Четвертое, Бог наставляет нас в праведности. Таким образом, Бог приводит нас в совершенство. Что еще делает Библия с людьми, которые читают ее или слушают ее проповедь? Если мы посмотрим в первое послание Петра, первую главу, здесь сказано так. «По слушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. По слушанием истине очистивши души ваши». Слово Божье очищает нас. Есть люди, которые не желают читать Библию, потому что говорят, что «я все равно не запоминаю того, что я читаю». Во-первых, это неправда. Какую-то часть мы все-таки запоминаем, даже если это 5%. Во-вторых, я люблю приводить такой пример, пример сито. Я не знаю, как будет сито на английском языке, но это, наверное, что-то «for sifting flour», например, да? Для просеивания муки. Вы знаете, наверное, что-то такое, да? Особенно хозяйки или сёстры, они знают. Сито, оно может и не держать воду, но если оно грязное, и вода будет проходить через него, наливайте в него воду. Знаете, что с ним станет? Оно станет чистым, по крайней мере, даже если воды не удержит. Так вот, Бог очищает нас. Если мы читаем это слово, даже если мы не запоминаем его в нашей длительной памяти, всё равно оно производит на нас какое-то действие, на наш дух, на наше сердце, на нашу жизнь. Оно меняет нас. Ученики ходили 3,5 года с Иисусом Христом, и вот приходит время уйти Иисусу от них на небо, и Он обращается к ним и говорит им такие слова. «Вы уже очищены через Слово, которое я говорил вам». Они даже не знали, наверное, об этом. Всё, что они делали, просто ходили с Иисусом и слушали Его Слово. И они даже не понимали, что в их сердцах, в их жизни происходит изменение. Иисус говорит вам, «Вы уже очищены через Слово, которое я говорил вам». Происходило очищение, потому что они слушали Слова Иисуса Христа. «И не только очищение происходит, но происходит возрождение, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного от Слова Божьего». Иисус сказал, что тот, кто не родится свыше, не войдет в Царство Божие и даже не увидит Его. Как Бог производит возрождение в нашей жизни? Он производит его через Слово Господне. Когда мы читаем это Слово, Бог производит в нас возрождение. То есть Бог возрождает человека, меняет человека, делает его новым творением во Христе Иисусе. Здесь подошел такой вопрос ко мне. Если какой-то текст напечатан из Библии, что мы должны сделать всем? Потому что я говорил, что выбросить его в мусор будет неправильно. У евреев есть способ, как избавляться от этих текстов. Например, если текст Торы приходит в негодность, они просто складывают их в отдельные хранилища или в некоторых случаях просто хоронят землю. В ящиках хоронят землю как человека. Евреи обычно не сжигают тексты Священного Писания, но здесь есть вопрос, могу ли я сжечь его. Это вопрос вашей совести. Например, Гедеоновы братья, когда они раздают Библии, и когда, например, какому-то человеку не понравилась эта Библия, ему дали, но он разозлился, порвал ее и бросил. Что они делают? Они собирают эти Библии и потом сжигают их. Но в мусор их не выбрасывают. Однозначно, что я могу сказать твердо, выбрасывать тексты Священного Писания в мусор – это неправильно. Что мы сделаем с ними? Сожгем или будем хранить их где-то? Это уже другое. Другой вопрос. Кстати, если вы интересуетесь этим больше, можно заказать коробку, куда вы положите эти тексты, и отошлете их. Эта коробка называется «Шаймос», и они будут просто похоронены по тому обряду, как евреи их хоронят, в каком-то хранилище или в каком-то другом месте. Это немножко было отступление. Итак, Слово Божье возрождает нас. Слово Божье не только возрождает нас, оно освобождает нас от греха. Слово Божье освобождает нас от греха. В восьмой главе книги Евангелия от Иоанна записано такое слово с 30 стиха. «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него, тогда сказал Иисус к уверовавшим Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Представляете, люди уверовали в Иисуса Христа, а Иисус им говорит, что им нужно стать свободными и настоящими учениками. Не все верующие – это еще ученики Иисуса, и не все верующие свободны от греха. Есть путь освобождения от греха, Иисус сказал, этот путь – это пребывать в Его Слове и познать истину. Самая большая истина, какую мы можем познать через это Слово, это сам Иисус. Мы можем приблизиться к Нему, наполниться жизнью Его, измениться в Его образ благодаря этому Слову. Иисус сказал, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». То есть Бог освобождает нас, когда мы пребываем в Слове Божьем. Бог освобождает нас от власти греха. Каким образом? Мы познаем истину, мы познаем тот путь, который мы можем освободиться от того или иного греха. От какого-то греха мы освобождаемся через исповедание, от какого-то греха через исповедание в присутствии других людей, от какого-то греха, может быть, через отречение, от какого-то греха с помощью поста и так далее. То есть Бог учит нас путям, как нам освободиться от того, что не угодно Ему, и как нам стать свободными от греха именно через Слово Божье, через Слово Господне. Библия не только может освободить, или познание истины через Библию может не только освободить нас от греха, оно может и сохранить нас от греха. Есть два известных стиха в 118-м Псалме. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему. И другой стих, это 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое». Для чего? Чтобы мне не грешить. То есть, когда Слово Божье наполнило наше сердце, мы, во-первых, можем хранить себя, и, во-вторых, мы можем жить не греша. Я люблю задавать такой вопрос. «Можем ли прожить мы одну секунду не греша?» И обычно люди отвечают «да». А 60 секунд, одну минуту? Ну да. А один час можно? Ну, по сути, да. А если это продлить? Может ли человек прожить не греша? Я скажу «может», если он постоянно будет в правильной духовной форме, если так можно выразиться. Но, к сожалению, это никому из нас, наверное, до конца не получается. «Иногда мы забываем молиться, иногда мы слишком мало постим, иногда мы начинаем пренебрегать священным писанием, иногда мы поступаем по плоти, а не по духу, и наше духовное состояние опускается, и мы начинаем впадать в какой-то грех». Но это возможно, это возможно, жить не греша верующему человеку. Написано так, что верующий человек, рожденный от Бога, не грешит. Знаете почему? Потому что он хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. А как он хранит себя? Хранением себя, по слову твоему. А если слова нет в нашем сердце, нет в наших устах, нет в наших глазах, нет в наших ушах, мы не способны хранить себя от греха. Слово Божье освящает нас. В Писании сказано, что без святости никто не увидит Господа. Послание к евреям 12.14. Это серьезное предупреждение. Откуда нам взять святость? Иисус молился, и эта молитва записана в Евангелии от Иоанна 17.17. «Освяти их истинною Твоей, слово Твое есть истина. Есть в нашей жизни то, без чего мы не можем угодить Богу». Кто из вас знает, что это? Кроме святости. Вера, да? «Без веры угодить Богу невозможно», написано в послании к евреям 11.6. И в 33 стихе этой же 11 главы послания к евреям сказано, что верой люди получали обетование. А когда Иисус посылал своих учеников проповедовать, Он сказал им такие слова. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет». То есть, без веры невозможно угодить Богу, без веры невозможно получить обетование от Бога, без веры невозможно спастись. Важна вера в нашей жизни? Чрезвычайно важно. Откуда она приходит? Послание к римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Вера приходит от Слова Божьего, и путем, которым мы получаем веру от Слова Божьего, это слышание, когда мы уделяем внимание, чтобы слушать, что Бог говорит нам через Своё Слово, то ли через проповедь, то ли через чтение Библии. И последнее, о чём я хочу сказать, о важности священного Писания в нашей жизни, это благословение и успех в жизни. Бог когда-то сказал по смерти Моисея, Человека Божия, Иисусу Навину такие слова, «Да не отходит себе книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Относятся ли эти слова только к Иисусу Навину или вообще к любому человеку? Если я, например, захочу так поступать, это будет действовать в моей жизни или нет? Псалом 1 говорит, что будет действовать. Там написано о блаженном муже, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своё, и во всём, что он не делает, успеет». Кстати, значение вот этого места «успеет» — это не обязательно значит, что он опаздывать не будет, хотя я верю, и в этом Господь может благословить, но он будет иметь успех. Он будет иметь успех. Во всём, что он не делает, он будет иметь успех. Это одно из благословений Слова Господня. Когда мы читаем его для того, чтобы в точности исполнять его. Итак, давайте повторим, что Слово Божье может сделать для нас. Оно учит, оно обличает, оно исправляет, оно наставляет в праведности, оно возрождает и очищает нас, оно освобождает от рабства греха, оно хранит нас от греха. Слово Божье освящает нас, от Слова Божьего приходит вера в нашу жизнь, и от Слова Божьего, от Его чтения, изучения и соблюдения приходит Божье благословение в нашу жизнь. Кто из вас не хочет чего-нибудь из того, что сегодня было перечислено? А если мы действительно хотим этого, давайте мы сейчас помолимся, чтобы Бог дал нам мужество и смелость отложить некоторые дела, которые мы считаем неотложными. Может быть, кому-то отложить YouTube, кому-то BoobTube, кому-то что-то еще отложить, кому-то Instagram, кому-то, может быть, Facebook, и кому-то, может быть, магазины, кому-то, может быть, вторую работу или овертаймы, и просто начать уделять время для Слова Божьего. Потому что иначе мы просто не будем мудрыми людьми, не будем свободны от греха, не будем иметь успеха, несмотря на все наши труды. Господь очень высоко ценит Своё Слово, и вот на кого Он презрит, на смиренного и сокрушенного Духом, и на трепещущего перед Словом Моим. Давайте зададим себе каждый вопрос. Есть ли трепет перед Божьим Словом в моем сердце? Уважаю ли я Его? Отношусь ли я к Нему с уважением, как к книге и как к Слову Божьему? Есть ли у меня время для этого Слова? Если нет, давайте попросим у Бога прощения, и сделаем решение изменить это в своей жизни в лучшую сторону. Давайте будем молиться. Эта проповедь была любезно предоставлена вашему вниманию Церковью Дом Божий, города Портленд, штат Орегон. Надеемся, что она послужила для вас большим духовным благословением и назиданием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова